Приветствую, мои дорогие друзья, также новые зрители канала Заброшенная Россия. Мы просто рассказываем о наших российских деревнях и людях, живущих в мире. И сегодня у нас будет встреча с необычным человеком в поселке Калтубановский Бузулутского района Оренбургской области. Как всегда будет интересно, смотрите до конца. Поехали! Приветствую! Не съест? Не, он воспитанный, дрессированный, здоровый, взрослый. Ну что, друзья, пообщаемся сейчас с интересным человеком. Айда, сички, айда, кипа, яхо. Айда, айда, айда погулять. На улицу вылетает они? Да. Ух ты! Айда, 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 айда. Муня, айда, типа, нет? Хороший, хороший. Муня. Людей не боятся они? Нет. Ничего себе. Ха-ха, как курица век. Самая вольная птица. Она у нас уже больше на воле живет, чем дома. На обычном куда летает? Да, улетает с друзьями, рядом пара живет. Ой, ой. Ха-ха, а что он сейчас хотел показать? Закомис атака. Мне ощущается, что он в затылок где-то долбанет сейчас. Не можешь сапнуть? В принципе, может, но пока еще никого не сапал. Меня-то за ухо любят, потрепают. Это что, он есть, хочет показывать, да? Да, просит. Ну-ка, прыгай, иди. Ага, побаиваются. Это Сократ у нас, самый тяжелый. Он весит, как те двое. Что, расскажи, вот как вообще вороны-то тут появились у тебя? Да уже 4 года с ними. А с чего началось? Это возможность появилась, завести. Как вообще воронов завести может странно? Нашел человека, который занимается. Лесники его знают, а бывает же вырубку делают, гнезда валят, птенцы остаются. Ну, ради ему их. Первого я взял у людей, с рук просто захотел. По объявлению нашел, продавали уже подростки. Я еще не разбирался, взял его. Вот у меня пожил недели две, а потом вывел его на улицу, он сразу и улетел. И не вернулся. Тогда же нашел этого человека, у него взял. И так пошло, один, второй, третий. И в итоге это у меня уже... С этими уже 10, ровно 10 у меня получается. Плюс грач еще. Подобрали просто на улице. Выпал из гнезда, привезли мне. Ну, вообще какие у меня птицы вороны или грачи? Вороны. Слушай, для меня вот, честно говоря, что ворон, что грач, что галка, там одно и то же. В чем вот фишка, секрет воронов? Почему ты их разводишь? Потому что это самая интеллектуальная птица. Все, кто занимается животными, это однозначно скажут, что животные – это разумные существа. А сейчас ведь общественное сознание меняется. Все наблюдают такое вот высокомерное отношение, что мы не животные. Человек всех обогнал эволюционно, превосходит. На самом деле нет. Человек, живущий в цивилизации, люди искусственно выращены в специальной среде. Поэтому в естественной среде любые животные, они разумом, они превосходят человека. Потому что человек в той среде не то, что превосходить, он там выжить не сможет. А что касается разума, с воронами еще в начале 19 века начали бы изучать. И обнаружили, что они способны решать технические задачи. Такой сложности, которую мало людей способны решить. А с такой скоростью, как вороны, люди вообще не способны решать технические задачи. Это птицы, которые обладают культурой. То есть у них есть передачи. Ну как родители детям своим. Иди, дети, и что мы дам? Иди поменяемся. Уточил сигареты, что ли? Иди поменяемся. Вот воришка, а? Все поменялись. Телефон убрать. И телефон могут тащить? Да, все могут утащить. А зимой где нет? В доме с тобой, да? Нет, конечно, мороз терпит. И на улице живут? Ну, бывает в доме. Кура твоей? Да, коза. А коза еще есть? Зарезать не могу, она у меня кормилица. Так с воронами. Это самый интересный момент. По теориям современным человек стал существом разумным, потому что у него развился неокортекс кора головного мозга, за счет которой и существует разум, и способности интеллектуальные. Так вот у воронов неокортекса нету, понимаешь? И получается, что дело вообще... Получается, что дело не в этом, да? Вот испугался. Получается, что наши ученые что-то попутали. А вот повестки на ногах, для чего это? Такие по у нас. А Путинки называют. Для чего? Это типа ошейника у самого. Это вообще родом откуда? У меня здесь на кладбище деды. Деда покороны. Здесь... Не, ощущение, конечно, необычное. Такая птица. Давай. Познакомился? А так вообще к людям нормально? Посторонним относится? Нормально? Да. Вот, вот, вот. Типа, типа. Телефон утащил. Эй, эй, эй. Эй, эй, эй. Скорее, на чё поговорим. Вот это да. Слушай, а вот для чего они все-таки утаскивают? Я слышал, что вот они собираются в гнезда там. Не поверишь. То, что им не надо барыши делать. Они вот у каждого своя нычка. И каждый со своей нычки пронесет, что у него есть. Разложат друг перед другом. И рассматривает. Если что-то нравится, он просит. Показывает, что за это хочет. Вот что такое необычное, ничего не принесли. Ой. Камеру. У меня камера с униэкшем. Искупали в тазике. Ух ты. Ну, он что в туалет на меня не сходил. Лучше, вот котята, они могут своровать, съесть? Ну, они все друг друга знают у всех свои взаимоотношения. Кого-то гоняют. Кто-то не дурак, кто подношения делает. Тоже, как он мышку обязательно пронесет, там поделится. Кошка им. Да. И кто делится, они разрешают рядом полежать. Хищники вообще они, да? Хищники, да. Ну, кого не могут съесть, допустим? Да все, они все едные. Так и люди. Они любят, естественно, любят, что посвежее. Выгодали. А сколько они в среднем живут, вороны? Сегодняшний день самый старый ворон, ему за 80 перевалило. Ох ты, ничего себе. В Таоре, в Лондонском, традиционно их держат. А там они живут, да, в домике? Так вот, а здесь, когда туда заходят. Купаются они каждый день. Где? Питают. Сами? Да. Для меня самое было неожиданное, когда я первый раз при мне в уран искупал, и я увидел, что уши увидел их. Вот здесь у них ушки. Настоящие человеческие уши. Это так меня поразило. Маленькие пока были, у меня руки сплошняком были. Порезы. Их слюна, говорит, она ускоряет регенерацию тканей. На следующий день уже затягивалось это. А у них детянши будут? Они, скорее всего, улетят. Когда? Самые крепкие, вон, поздней осенью. Сдружился, тут же дикее прилетаю. И улетел с ними жить. Где вообще работал-то? Это большая длинная история, чем только не занимался. После службы занимался воинскими искусствами. Ну, я и преподавал, и занимался легализацией на Донбассе. И областную федерацию первую создавал. Боевых искусств, да? Первые удостоверения выдавал. В шоу-группы ездили, выступали. Чудеса всякие. Ну, тогда это были чудеса. Ну, это я и намеревался развивать как жанр циркового искусства. Планы были одни, но жизнь так катилась в сторону коммерции. Осуществить, чтобы это не было, не получилось. Уже икона интересная. Откуда такая? Это хозяйская. Интересная. Такой даже не видел. Ух, такие маленькие. Ух, ты еще и злой. И что, дружно живут они все? Да. Черные вороны, черные кошки. Я даже не знал, что ты так делаешь. Ты, получается, мастер как? По дереву или? Как? Краснодеревщик. А что за выражение краснодеревщик это? Из дерева красоту делает. Да, прикольно. Это тоже, да, твоя работа? Ух ты. Это типа чаши, да, какие-то? Ага, это карта Хартланда ее назвала. Обалдеть. А это, да, блюдо. Чай попить, так можно поставить под эти, под чашечки. Приехал бы раньше, много было, просто я партию отправил в Харский парк. Классно. Слушай, а сколько такой поднос времени уходит? За день такой. За день? Ничего себе. А вот это как для чего? Чаши я эксклюзивные делаю. Это закол дерева? Из газа. Так это из среза. Это все равно, что дерево внутрь заглянуть. С каповой частью. Тут нарост был. У кого-то тут клейм заливал, да, уже? Это эпоксидку. Ну, я же из треснутых. Трескается материал, а жалко, все равно же красиво. Ну, на солнце. А это вот прям картины получаются из среза. Основа жизни. Вот тоже называется древний наук. Древнее слово, а слово дерево. То есть вся эта наука, она в дереве. Стенье в основе лежит органической жизни. Вот все инструменты, да, которые работают? Да, ну все у меня там. Инструментов-то у меня. Вам он здесь выращивал, да? Ну, для птенцов, да, курей перевозить у меня. На древнеегипетских изваяниях часто можно видеть цилиндрические предметы. В руках. Те, единственные, кто взял и воспроизвел древнюю технологию. Запатентовано, как изобретение, в категории медицинской техники. Визиотерапевтический прибор, который не нуждается ни в подзарядке, ни в батарейках. А что это вообще? Жезлосилы. Специальные сплавы. Внутри они наполнены особыми составами минералов. Кроме того, здесь расположены три магнита постоянно. При встряхивании у тебя получается как анод и катод. Ну, в течение первых десяти минут начинаешь чувствовать. Облегчение. Повышенное давление снижают в течение двадцати минут. Могать тебе как-то? Пользуешься? А мне не надо. Я в болезни не верю. Да, классно. Подержать в руках, почувствовать что-нибудь. Если хочешь почувствовать, надо спокойно сесть и минут на двадцать расслабиться, посидеть. В следующий раз спокойно приеду, гость. Без кино. Рогов чуть смотрю много. Просто собираешь? Ну, если один, вырезаю барелье в голову лося, креплю рог, трофеи на медальоне. А под пару рогов делаю голову, вырезаю лоси. Въезд в Бузулский Борт, ты говоришь, что ты делал, да? Я проезжал, вспомнил. Давно это сделал? В каких годах? Лет пять назад. Чарай для чего? Это заготовки. А, вот они. Козочки, они гуляли что-то? Да, они гуляются до последнего. О, Стив, а ты еще гуляешь. Айдай ко мне. Получается, чтобы дома ворота, надо с детства воспитывать, да? Да. А насчет таких отношений вот не будет. Они будут сторониться. Потому что они недоверчивые, очень осторожные, осмотрительные. Ой. Ха-ха, лоришка. Бабка моя здесь, в этой деревне, знахарка, сейчас говорят. Ну, она лесом жила, она знала все растения. И гадать к ней ходили. Что касается леса, животных, рассказывали мне много. Что люди жили тогда до естественной жизни в симбиозе. Жили с воронами, и в походах вороны были наводчиками. Они находили добычу и наводили. Проблем с охотой не было. Вороны показывали, приводили к добыче. Насчет реставрации чего-нибудь будешь обращаться. Старые вещи люблю я собирал. Дом мне дали, но доброжелатели нашлись, сожгли мне его. В озере речки там кровью у меня был. Ой, сколько там и колес у меня было собрано старинных. Я из них делал эти светильники декоративные. Мимо старых вещей не прохожу. Слушай, а так, если кто-то захочет заказать, твой номер можно будет указать? Да? Конечно. Бузулки-то, я думаю, ценители много такого интересных вещей. Дорогие-то вещи сейчас. Ты же в курсе, что национальный парк закрыт для посещения. Что в лес ходите местным, можно в разрешении, но только местным бесплатно дайте. Но это то, ты по разрешению можешь ходить только по маршрутам указанным. Отчуждение людей от природы, оно уже произошло. Что как бы лес не ваш, и как бы будьте законопослушными, не надо вот этого. Вот сосна там, тут достопримечательность 300 лет, которая одна осталась из трех, которая... Обниматься нельзя, запретили штраф. И я понимаю, что это необходимо, потому что я-то лазил много где, тут нету квадратного метра, где бы стекло, пластик, всякий мусор. Потому что люди городские, они не понимают действительно. Покажешь мастерскую? Тоже лаза, да, будущая? Да. Это олень, да? Нет, это отвоси. А вот это вот, смотри, выглядит как филин, да. Это кость, да. Ну вот филинг птица мудрости. Откуда такой? Работа настоящего таксидермиста. Кабани череп такой классный был, но в пожаре, в пожаре испортился. Вот у меня их, таких костей. Ну, интересно. Даже у меня такой нет. Она, похоже, самоделка из какого-то, колба не родная, видимо, какой-то пузырек. Колба, да, вот так вообще редкая, советская. Я начал скульптурку. Ух ты, ничего себе. Орел? Не, ворон. А, ворон? Ворон, да, на голове. Скульптуру тоже можешь, да, делать? Легко. Куда потом это? Куда, может кто купит, не купит, так у меня будет стоять. С материалом нет проблем? С материалом проблема серьезная. Уже сейчас это, ну, когда-то роскошь для состоятельных людей. Потому что цены, ну, вот официально, вот вяз, плашка, вот 10 сантиметров, вот где-то 2,5-2,800 стоит. Просто плашка, даже треснутая. Помолодец. У меня есть ответы на все вопросы. Я этому жизнь посвятил, как бы, поэтому так, ну, я выбрал для себя. Я понимал, что за эту цену какую придется заплатить. Я принял. Бедность, поэтому меня не угнетайте. Я понимаю, что это цена. В 12-м году я вообще клиническую смерть пережил. Я вообще не надеялся, что я живым останусь. У меня был обширный псориаз. Вы понимаете, все тело коркой покрыто. Ничего себе. Я потерял и друзей, и все отвернулись. Я скитался там, где вы не знают. Подрабатывал на таких работах, где-то отработал, сразу заплатили. Жил на самом дне, понимаете, среди алкашей и наркоманов. Да, после клинической смерти вот это меня откачали, вовремя как бы обнаружили. И я сюда ехал с одной целью, чтобы в землю лечь рядом с дедами здесь, на родной земле. Здесь меня в сознание вводили. Здесь меня учили думать в этом лесу. А ты пацанинец кто? Да, Черкасс. Фамилия Черкассов. У меня я урожденный Черкасс. А бороду для чего отращиваешь? Ну, это как бы дань дедам. Спасибо за экскурсию. Очень рад. Надеюсь, еще приеду как-нибудь веглину. Может, уже побольше будет воронов. Да, друзья. Необычно, конечно, что зверинец. Прям настоящий контактный зоопарк. Ух ты. Ну, хоть какой-то апрельсинец. Спасибо. Для чего я можно использовать? Ты под что хочешь? Хродить что-нибудь. Спасибо. А это тебе вот, деда, хочешь жить, умей вертеться. Как раз нервничался. Достань, крутни день перед собой. Просто на него смотришь, успокаиваешь. Тоже у тебя бы взял антронью для своего канала. Да? Да, у меня уже шесть лет я стал. В ютубе? Да. Серьезно? А что сразу не сказал-то? Ну, у меня он специфический. У меня там тысяча всего подписчиков. Как это называется? Это мне Андрей Лебедев, чем Касов. Давайте я ссылочку дам тогда на твой канал. Можно указать, а можно и не обязательно. В общем, у меня специфический канал. Кто-то заинтересуется в любом случае. На мелких собак зло он? А, нет. Ну, он на всякий случай по-хозяйски рассчит. Пойдешь гулять? Не обижай собачку. Что, страшно? Слишком большая собачка. Ну что, друзья, вот так у нас был необычный сегодня герой. Надеюсь, он вам понравился. Как всегда, поделитесь с вами эмоциями, ощущениями в комментариях. А если возникли вопросы, обязательно пишите мне в соцсетях. Ссылки на них вы увидите в описании этого фильма. До новых встреч, мои дорогие. Пока.